Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Катя Кауфман написала в своем микроблоге, как она сильно переживает предательство Ильи Ябарова. «Здравствуйте, меня зовут Катя, мне 20 лет и я размазня, бестолковая, готова ловить тапки, не хочу больше жить». Но спустя некоторое время Ваня Барзиков рассказал, что Катя уже помирилась с Ильей и она просит у него шубу за измену. Зрители считают пару Элен Каминской и Андрея Назарова тухлой, но Элен уверяет своих подписчиков в обратном. И правда, честно сказать, я немного сдулась на проекте. «Но я считаю, что нужно учиться выстраивать отношения, а не бросать все на полпути. Мы станем самыми яркими, преданными и любящими друг друга». В городских квартирах состоялось ток-шоу «Остров любви». Как вы помните, Ксения Бородина на прошлой неделе поставила условие исправить ситуацию на острове, потому что там все затухло. Но ничего не изменилось и второй сезон «Острова любви» был закрыт. Все участники вылетают в Москву, на Сейшелах остается только Никита Кузнецов. На острове запустили новый конкурс «Миллион на свадьбу», где участвуют семь пар. Одна из этих пар – Женя Кузин и Саша Артемова. Это было очень неожиданно для всех участников. Лиза Полыгалова уверена, что они с Ваней Барзиковым не выиграют в конкурсе «Свадьба на миллион». «У нас не договорняк, потому что мы в любом случае знаем, что не выиграем». «А если мы все-таки выиграем конкурс, если Ваня будет ко мне хорошо относиться и закончит свои похождения, то я выйду за Ваню замуж». Ника Шукурова рассказала, что после окончания «Острова любви» она летит на поляну. Проект неожиданно покинул Денис Высоцкий. Майя Донцова считает, что он поступил подло, обманул ее. Говорил, что останется на проекте, а сам исчез без объяснений. Когда Майя позвонила ему после окончания съемок ток-шоу, Денис сказал «до свидания» и повесил трубку. Больше они не общались. Антон Гусев прокомментировал слухи о его отношениях с Викой Романец. «Кто только не пропиарится за счет нашего развода. Такой бред, считаю». «Друзья с Женей мы не живем уже три месяца. Два месяца уже у каждого своя личная жизнь. Давайте без грязи, дерьма и прочего». А вывело Антона из себя интервью, которое дал Рустам Солнцев. Он рассказал журналистам. На вечеринке между Антоном и Викой вспыхнула страсть. Они переглядывались, перемигивались, стали созваниваться, писать смс-ки. Через какое-то время Женя узнала об их связи и устроила скандал. Но Антон уже влюбился. Тогда она подала на развод. Дима Тарасов перебил татуировку, которую он посвящал Ольге Бузовой. В 2014 году он сделал себе тату на запястье, где заглавные буквы имена супругов и дата их свадьбы. И на днях он избавился от свадебной татуировки. Тату-мастер откорректировал сюжет на руке у Димы. Теперь у него на запястье выбиты песочные часы с изречением на латыни «Время уносит все». На разводе Бузовой решила пропиариться и Таня Кирилюк. В Перископе девушка назвала Олю бездарной во всем, в писательнице, в пении, в дизайне одежды, как ведущий ток-шоу и даже в актерстве. Кирилюк считает, что у нее не оказалось и таланта в семейной жизни. Бузова постоянно слишком занята своей карьерой и пиаром, и поэтому мало бывала дома. Кирилюк обвиняет в распаде семьи именно Бузову, хотя и признает факт измен Димы Тарасова. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.